Здравствуйте, друзья, здесь Деменков Юрий. В последнее время ко мне все чаще стали обращаться люди, у которых есть вопрос, куда инвестировать деньги, достаточно большие деньги. Ну, от 5 миллионов рублей. Откуда такие деньги, вы скажете? Да все очень просто. Лет 10-15 назад было мнение, что самое лучшее вложение это в недвижимость, и тогда, так сказать, деньги мы зарабатывали неплохо, когда кризиса не было, нефть была дорогая, и все росло. И многие люди зарабатывали, и они инвестировали деньги в недвижимость, потому что считалось, что недвижимость это самое лучшее вложение. Но так было вплоть до 2013 года. В 2013 году цены на недвижимость перестали расти как в рублях, так и в долларах. И если в 2013 году, скажем, квартира в Москве стоила в районе 6 миллионов рублей, и по тем ценам тогда стоил доллар 34 рубля за доллар, это было почти 200 тысяч долларов, то в 2014 году в конце года стремительно нефть падала, соответственно, доллар держался-держался до осени. Вплоть до осени потом стало понятно, что бюджет свести нельзя, и в ноябре-декабре, вы помните, 14 декабря доллар стоил 80 с лишним рублей за доллар. То есть рубль упал более чем в два раза. Что произошло с недвижимостью? В недвижимости цены не изменились, то есть как она стоила 6 миллионов, так она и стоила, но больше чем в два раза упала цена, то есть в долларах это уже было меньше, чем 100 тысяч долларов. И понятно, что в 2014 году надо было продать квартиру, срочно вложить в доллары, но кто же знал, во-первых, все равно она стоит в районе 100 тысяч долларов. И люди уже, аренда не приносит таких доходов, потому что там есть расходы на эксплуатационные, на ремонт и так далее. И люди начинают задумываться, и все больше и больше людей продают недвижимость. Ну, возьмем 100 тысяч долларов, понятно, что недвижимость уже не приносит такого дохода, куда вкладывать эти деньги? Люди начинают искать. И когда люди начинают искать, они обращаются в интернет за помощью, потому что, ну, понятно, что в Сбербанк положить это, конечно, надежно, но как-то доходность никакая. И, естественно, люди сразу попадают на всякие предложения заманчивые, типа Форекс или Биткоин в прошлом году. Там всякие бинарные опционы туда же отнесем и так далее, и так далее. И там обещается 30% в месяц доходность. Конечно, немыслимая доходность, конечно, хочется вложить, но с другой стороны что-то подсказывает, что это не очень надежно. То есть они могут и упасть. И, ну, вы знаете, в прошлом году, в 2017 году Биткоин, например, вырос до 20 тысяч, то есть в 20 раз. До 20 тысяч долларов за один Биткоин, а потом он резко упал, ну, практически до 6. Многие люди потеряли в 3 раза. Те, кто вкладывается в Форекс, ну, вот, сказать, нетрудно найти массу отзывов, что на Форексе теряют люди вообще все, что вложили. Вот, ну, я уж не говорю про минарные опционы, там все это намного быстрее, за неделю можно все потерять. Вот, но есть такие штуки, то есть мы, так сказать, понимаем, что чем больше потенциальная возможность заработка, заработка, а в Форексе реально можно заработать большие деньги. То есть вот эти вот 30% в месяц реально возможны, но еще более реально и еще более возможно потерять все. Поэтому, значит, здесь два вопроса. Первое – заработать побольше. Второе – сохранить, то есть риск. И соотношение между риском и надежностью, оно всегда вот такое. То есть, смотрите, у Форекса максимальный риск и максимальная доходность. Потенциальную доходность положим у Форекса на 250% за год. Вполне достижимо. Вот, но потенциальный риск вы можете потерять все, 100%. То есть до нуля. Почему бы не рассмотреть такую возможность, но я рекомендую не больше 10%. Теперь далее. Значит, куда вложить? Золото. А золото почему-то нынче не в моде. Почему? Да потому что, во-первых, сложности с хранением, во-вторых, значит, есть, ее можно, так сказать, золото легко купить, но продать очень сложно, я вам скажу по секрету. И вовсе не факт, что золото растет в цене. Поэтому и там при продаже золота, во-первых, маржа огромная, во-вторых, значит, НДС с вас возьмут. Но золото можно рассматривать, если в мире наступит глобальный кризис, и когда доллар начнет рушиться, почему нет. Вот. Но сейчас пока этого не происходит, золото пока не будем рассматривать. Люди начинают смотреть, и люди все больше интересуются фондовым рынком. И вот я, например, рекомендую вкладывать фондовый рынок в акции. И люди понимают, что во всем мире люди вкладывают в акции, во всем мире люди вкладывают в фондовый рынок, в какие-то инвестиционные продукты, и это так. И вот я, например, рекомендую вкладывать в модельный портфель. И я говорю, что модельный портфель вот по итогам предыдущих периодов давал 30-20-30% где-то годовых, но это рискованное вложение, там можно потерять 10-15%. Смотрите, в Форексе потенциальная доходность, там 250, скажем, процентов годовых, можно потерять все, риск. Модельный портфель потенциальная доходность до 50% в год, можно потерять, ну, скажем, 15% в год. Можно потерять. Кроме того, если вы смотрите мой канал, вы знаете, что есть такие современные инвестиционные продукты, как структурные продукты, которые дают 100% защиту капитала, 100% защиту капитала и очень высокую доходность, скажем, 14-15% годовых. Это продукты, которые предлагают на Западе, в развитых странах, самые ведущие коммерческие банки, но там эти продукты стоят, скажем, 100 тысяч долларов, 500 тысяч долларов, там 200 тысяч долларов, минимальный порог вхождения. У нас есть возможность открыть такие продукты с минимальным порогом, скажем, 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 250 тысяч рублей, ну, там, 500 тысяч рублей. То есть наши инвестиционные компании, которые работают в этом направлении, они делают возможным нам западные продукты. 100% защита капитала, то есть вы точно ничего не потеряете, как в Сбербанке. 100% вам гарантирован возврат и доходность 14-15% годовых. Там бывает без ограничения доходности, там 30% где-то может быть, но давайте ориентироваться на 15% годовых. Кроме того, есть возможность купить ОФЗ, в которых гарантированная доходность 8% годовых и там просто гарантия выше, чем в Сбербанке. И есть еще группа рисков, которые мы не рассмотрели. Мы рассмотрели риск вложения, скажем, риски такие, что потерять, не потерять, не заработать, но есть еще риски, связанные, во-первых, с валютой. Мы увидели это, скажем, в 2014 году, когда рубль резко упал, доллар резко подорожал, это валютные риски. Есть еще страновые риски, то есть риски, связанные со страной, и что у страны все плохо будет. И можно вкладывать за рубежом, то есть вы посмотрите, куда вкладывают наши олигархи, наши правительства и так далее. Они все держат деньги за границей, поэтому есть возможность, если есть возможность, то надо класть деньги за границу. Такая возможность есть, это положить деньги в, опять же, есть такие возможности, как, например, социально-накопительная программа. Австрия – это продукт австрийской компании. Австрия – одна из самых стабильных, самых надежных стран. И есть продукт для желающих, я могу предложить инвестиционный продукт на вложение в Америке, но тоже через посредничество компании, которая расположена на Каймановых островах. Там, во-первых, с налогообложением попроще и попроще с входом. То есть мы через Кайманово острова входим на американский рынок. В австрийскую компанию мы входим через кипрский филиал. Вот, такие возможности есть. Что дают вот эти возможности? Социально-накопительная программа австрийская, либо, ну, примерно по той же схеме, вот американская на Кайманных островах, которая. Там дается тоже, ну, во-первых, это стабильность, там абсолютная надежность, ну, в Австрии особенно, то есть тут абсолютная надежность, но доходность очень и очень невысокая по нашим меркам. То есть там, ну, скажем, если в Австрии дается практически гарантированно 3,1% годовых, то есть это уже вот из года в год повторяется. Это один вариант. Второй вариант, мы даем деньги в управление самой лучшей, так сказать, там, компании в Австрии. Это через механизм накопительного страхования идет. Вот, и там, ну, в частности, у меня вот так вот, такая программа, там доходность, ну, деньги в управлении находится, ну, скажем, до максимума там было, по-моему, то ли 9, то ли 12% за год в валюте, но до этого было падение 6%, в среднем, ну, 5-7%, на самом деле, там, от 3 до 7%, в среднем 5% годовых доходность, но в валюте, ну, в частности, в евро. Вот, поэтому, значит, давайте рассмотрим еще вот этот вариант. И каким образом? Ну, не надо вкладывать сразу деньги все в одну корзину. Я предлагаю разбить деньги на какие-то доли. Ну, например, вот у нас есть в наличии, давайте сейчас перейдем в табличку, я сделал табличку на Excel, вот, и смотрим. Вначале у нас 100 тысяч долларов. Или, значит, курс доллара сейчас 58 рублей за доллар, то есть 5 миллионов 800 тысяч рублей, но стоимость стандартной московской квартиры. Вот, соответственно, ну, квартира, так сказать, там в Испании, в Германии стоит подороже. Ну, тут надо умножить просто на пропорцию. 100 тысяч долларов берем в качестве инвестиций. И разбиваем эти инвестиции на следующие. Ну, значит, вот смотрите, в какой валюте и сколько мы вкладываем. Ну, в евро я предлагаю вложить 30 тысяч евро. В рублях это получается 2 миллиона 636 тысяч рублей, 637. Структурные продукты я предлагаю вложить. Смотрите, это вот, вот эта часть, социально-накопительная программа, это, во-первых, за границей, 100% надежность и в валюте, к тому же. Вот у нас, то есть мы где-то одну треть вложили, ну, чуть больше получилось. Вот, дальше, остальную часть мы разбиваем на вот это вот структурные продукты. Они вроде бы рублевая часть, но они завязаны на, то есть это что-то между валютным продуктом и рублевым продуктом. То есть, в принципе, вложение либо в рублях, либо в долларах может быть, там есть варианты. Ну, доходность обеспечивается валютными инструментами, такими как акции компании Nestle, Unilever и так далее. Я, об этом были видео соответствующие, ссылки на них вы увидите в описании к данному видео. Вот, в структурные продукты мы вкладываем 30 тысяч долларов. Дальше. Ну, Forex мы, я не рекомендую крайне, но давайте рассмотрим просто в качестве модели. Forex мы 10% от всего портфеля, то есть 10 тысяч долларов, попробуем все-таки Forex. Не рекомендуем, но попробуем, потому что многие пробовали, так сказать, все вложить туда. Да, я говорю, давайте посмотрим, да. И все, что осталось, а осталось у нас 23 тысячи долларов, мы вкладываем в модельный портфель. Модельный портфель – это чисто российский продукт в рублях на акции российских компаний, которые вполне себе растут. Вот такая пропорция. Итак, значит, за границей и в валюте социально-накопительная программа. Здесь опирается на доллары, но все-таки это что-то между долларами и рублями. И вот эта вот часть рублевая, чисто. Вот Forex – это в долларах, но Forex – это, скажем так, это собирательный образ, пусть будет, крайне рискованных продуктов. Туда же относятся либо Forex, либо, значит, биткоины всякие, так сказать, там прочее, 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 куда вы, куда вас завлекают всякие ребята странные. Так, теперь дальше. Что мы делаем дальше? А дальше рассмотрим три варианта развития событий, что происходит с нашими деньгами в будущем. Итак, самый благоприятный сценарий. Вот, давайте рассмотрим самый благоприятный сценарий. Вот он. Смотрите, что такое самый благоприятный сценарий. А самый благоприятный сценарий – это значит, что все классно. Классно. Смотрите, нефть дорогая. Мы помирились с Западом. Минские соглашения выполнены. В Украине прошли выборы. Донбасс принадлежит Украине. Там особые условия. Крым провели дополнительный референдум. Он остался за Россией. К нам идут деньги с Запада за нефть дорогую. Хороший урожай. Мы вышли на первое место в мире по экспорту зерновых. Нам идут деньги в долларах. К нам идет поток денег только от экспорта. Второе. Мы с Западом помирились. Санкции сняты. Западные деньги идут к нам. Инвестиции. Тоже идет поток долларов. Что происходит с долларом? А доллар при этом дешевеет. То есть рубль укрепляется и доллар стоит уже не 58, как сейчас, а 48. Евро 58 стоит. И вроде все хорошо. Смотрим, что происходит с нашими инвестициями. Ну, давайте, так сказать, отзаду. Форекс. Форекс дал нам 150%. То есть было 10 тысяч долларов, стало 25 тысяч долларов. То есть нас не обманул брокер. Значит, все там хорошо получилось. 25 тысяч долларов из 10 тысяч долларов. И, значит, вот он Форекс. Доля Форекса выросла. Вот. Модельный портфель. Акции российские выросли на 50%. То есть легко. То есть и это было. Это было в 2015 году. Как раз он вырос на 50%. Вот. Ну, я тогда просто не отслеживал. Но это было. Это возможно. 50% модельный портфель российские акции легко могут вырасти. Что со структурными продуктами? Структурные продукты обещали нам 14-15% годовых до 30%. Но вот они и выросли на свои 14, там, с половиной процентов годовых. А что с австрийской программой? Австрия, как обещала, так и есть. Там стабильность полная. 5% в евро она выросла. Все хорошо. Что в результате? В результате у нас, смотрите, в евро было, в долларах, если пересчитывать евро, было 36,931. Одна тысяча доллара, стало 38,778. Несильный рост. Структурные продукты. Было 30 тысяч долларов, стало 34,200 долларов. Но получше выросли. Модельный портфель. Было 1,338, стало 2 миллиона рублей. Но, а в долларах он вырос, а в долларах он вырос больше всех. Было 23 тысячи долларов, стало 41, практически удвоился. Почему? Потому что, ну, во-первых, он вырос в рублях, а рубль подорожал к доллару. Рубль подорожал. И он стал еще, так сказать, на 20% добавилось. То есть, самый большой рост дал модельный портфель. Форекс. Форекс дал с 10 до 25 тысяч долларов. Огромный рост, но при этом доллар подешевел, поэтому рост немножечко, так сказать, там, снивелировался. И что в сумме? Было у нас 100 тысяч долларов, стало 100, почти 140 тысяч долларов. Было 5 миллионов 800 тысяч рублей, стало 6 миллионов 709 тысяч рублей. Прибавилось 900 тысяч рублей, если в рублях, а в долларах 40 тысяч долларов. И рост в валюте 40%, а в рублях рост менее, ну, более скромный, 16% в рублях, потому что рубль подорожал. Потому что рубль подорожал. Но мы стали жить лучше. Вот. И, естественно, не надо рассчитывать на благоприятный сценарий, потому что может быть и неблагоприятный сценарий, вероятность которого, ну, на мой взгляд, выше, чем у благоприятного сценария. Давайте посмотрим, что происходит в самом плохом случае. А самый плохой случай – это... Нефть упала в цене. Было такое? Было. Перепроизводство там и так далее. ОПЕК не договорился. Нефть упала до 30 долларов за баррель. Там, ну, было такое. Вот. Инвестиций нет, потому что санкции, во-первых, продолжаются. Во-вторых, мы, так сказать, Путина избрали. Путин говорит, блин, то есть мы свои не пяди земли, значит, там и так далее. С Западом мы никак не договоримся. И инвестиций к нам нет никаких. Своя экономика... Ну, наши, так сказать, чиновники продолжают разворовывать то, что можно. Инвестиций нет, ничего не растет. Вот. Доллар вырос до 75 рублей за доллар. Евро 90 рублей за евро. И на Форексе нас кинули до нуля. Вероятность этого огромная. То есть вот оно случилось. То есть было 10 тысяч долларов, стало ноль на Форексе. Модельный портфель упал на 10%. А что ему не упасть, если нет инвестиций и нет роста экономики? Легко может упасть на 10%. Вот. А структурные продукты? А структурные продукты завязаны на акции иностранных компаний. Nestlé, Unilever и так далее. Ну, предположим, что там тоже какой-то кризис. Но, тем не менее, в среднем пусть будет плюс 6%. Не 14, 6%. То есть мы купили несколько продуктов, значит, там большинство из них дали доходность, какие-то не дали. 6% в среднем. И практически в долларах. А что с нашей социально-накопительной программой австрийской? Ну, не дала она большую доходность. Дала 3% годовых. Ну, я говорил, что максимальное падение было 6%, но потом было сколько там, 9 или 12% плюс. Так что 3% это вполне реально для неблагоприятного сценария. Вот. Ну, эту табличку, я скину вам ссылку на эту табличку, вы сможете скачать и поварьировать с цифрами. Что происходит с нашими продуктами? Значит, социально-накопительная программа было почти 37 тысяч долларов, стало 38 тысяч, а, евро. 38 тысяч евро. То есть она выросла. Это в еврах. А в рублях было 2 миллиона 636 тысяч, стало 2 миллиона 868 тысяч. Она выросла в рублях. Структурные продукты. Было 30 тысяч долларов, стало 31 800 и выросли в рублях. Ну, тоже неплохо. Они подросли, потому что завязано на долларах. Модельный портфель. Был миллион 338, стал миллион 204. Упал. Форекс упал до нуля. Но, так как доллар вырос, евро выросла, то наши валютные штуки увеличились, и уже социально-накопительная программа стала 44% от портфеля. Структурные продукты 37%, а эти ужались. И все равно получилось в рублях плюс 12%. Видите, да? А в долларах минус 14%. Потому что упало. За счет Форекса. И тем не менее, в рублях плюс 12%. Больше, чем в банке. Неблагоприятный сценарий. Смотрите, в долларах минус 14%. Здесь ошибка в рублях. То есть я там в рублях плюс 12%. Ну и теперь, значит, давайте уж смотреть на вещи трезво. Реалистичный сценарий. Я очень оптимистично оцениваю, что Форекс дает 100% годовых. Ну, то есть вам повезло с Форекс-брокером. Он не кидает вас. И нормально, так сказать, как бы. Даже дает доходность какую-то. Честно говоря, вероятность этого мала. Но предположим. Вот. Ну или там биткоин у вас вырос. Модельный портфель. 20% вырос за год. Я предполагаю. Ну, Форекс в долларах. Значит, модельный портфель в рублях на 20% вырос. Структурные продукты дали. Ну, не все дали хороший рост. Скажем, реально 12% годовых. Это вполне реально. Вот. И евро дало, ну, 5% своей стабильной социально-накопительной программы в евро. Доллар, естественно, немножечко подорожал, потому что инфляция, она существует. Вот. И евро, соответственно, тоже. Вот. Поэтому в долларах получился рост 18%, в евро 26%. Это наиболее реалистичный сценарий. Смотрите, что получается. Получается, что мы разбили свои инвестиции на какие-то части, какие-то дает максимальную надежность, как накопительная программа австрийская. Но она дает маленький рост. Но зато надежность. В случае, вот совсем, когда все плохо, она нас выручала. Когда все было очень хорошо, значит, она, деньги лежат и лежат, мы про них забыли. Зато вот эта часть у нас росла. Реалистичный сценарий. Все растет. И что мы делаем в конце каждого года? Мы подводим итоги и делаем ребалансировку на вот такую пропорцию, как и было у нас в начале. Скажем, самые ненадежные, самые рискованные продукты – это 9-10% в зависимости от вашего, ну, как бы, желания рисковать. Модельный портфель – 20-30%. Структурные продукты – 30%. И накопительная программа. А накопительная программа, вы как сделали, так сделали, там ее особенно не увеличишь. То есть, можно теоретически, но, как бы, там 30-40% накопительная программа. То есть, мы делаем ребалансировку и опять смотрим, какой сценарий благоприятный, неблагоприятный и так далее. Можно эти вещи варьировать. Вы сможете иметь вот эту табличку, скачать, я, так сказать, там в описании будет ссылка на ресурс, где ее можно скачать. Там, ну, Google таблицы будут, вначале там Google документы я размещу. Вот. Теперь дальше. А что делать вам, если у вас нету пока 100 тысяч долларов и вам недоступны вот эти вещи? Там структурные продукты или структурные ноты, которые квалифицированным инвесторам только доступны. А квалифицированный инвестор – это от 6 миллионов рублей в течение, там, года в среднем должен иметь. Что делать, если у вас, например, там нет денег, недостаточно денег для того, чтобы вкладываться? Ну, тогда я считаю, что надо эти деньги, во-первых, накапливать. И, ну, если у вас нет денег на, скажем, вот эту часть для хранения за границей, а там минимум, ну, в районе 2000 долларов или евро в год надо откладывать. Ну, в частности, в американскую программу 2400 минимум долларов в год. Вот, причем это разбито по месяцам, 100 долларов в месяц, ой, 200 долларов в месяц. Вот, в Австрию в год однократным, как бы, переводом, не ежемесячным, вот, до 2000 долларов. Если американскую программу там не стоит прерывать, то австрийскую можно прерывать теоретически, там, без особых потерь. Вот, структурные продукты достижимы от 100 или от 250 тысяч рублей. Модельный портфель, так сказать, можно открывать, ну, буквально от 60 тысяч рублей. Форекс крайне не рекомендую, если у вас мало денег. Вот, но, как бы, вот эти вещи, которые крайне рискованные, ну, в принципе, почему бы 10% туда не вкладывать? И к крайне рискованным вещам я отношу самостоятельную работу, самостоятельную торговлю на бирже. Это крайне рискованные вещи, которые могут дать доходность те же самые 200% годовых. Самостоятельная торговля на бирже. Для этого нужно, там, ну, 20-30 тысяч рублей достаточно для того, чтобы вполне торговать. Поэтому, значит, если у вас денег недостаточно, то я рекомендую, значит, открыть брокерский счет и начать, скажем, 10% вот этой суммы на самостоятельную торговлю. А остальное, если у вас нет денег даже вот на то, чтобы открыть модельный портфель, то облигации. ОФЗ – это аналог вот структурных продуктов с фиксированной доходностью. Там, конечно, доходность будет не такая большая, в районе 8% годовых. Если вы откроете индивидуальный инвестиционный счет, то к этим 8 смело можно прибавить 13% вычет НДФЛ, который вы получите от налоговой, 13%. То есть 13 плюс 8 – 21% вполне себе. То есть вы покупаете, открываете ИИС, вкладываете деньги в ОФЗ, получаете возврат НДФЛ 13% и чуть-чуть торгуете здесь. И постепенно у вас деньги накапливаются, вы приобретаете опыт. И если у вас где-то реализуется совсем уже нехороший сценарий, когда понятно, что надо покупать доллары, у вас есть инструмент, по которому вы сможете очень быстро купить доллары по льготному курсу, по биржевому курсу. Это очень-очень хорошо. Итак, я надеюсь, что я помог многим. Я ответил на многие вопросы. Подпишитесь на мой канал. Подробности об этих продуктах, про которые я говорил в моих других видео. Смотрите мои видео, задавайте вопросы, если что-то непонятно. Я с удовольствием отвечу на них. Вы сможете увидеть мои контакты, опять же, в описании к данному видео. На сегодня все. С вами был Демитков Юрий. До встречи.